Проект закона об областном бюджете на 2015 и плановый период 2016-2017 годов обсудили на заседании регионального правительства. Никаких сюрпризов главный финансовый документ области не преподнес. Ситуация в экономике страны непростая, а потому позитивных прогнозов никто не дает. Мы отдаем себе отчет в том, что деньги в областном бюджете, которые сегодня заложены на экономическое развитие, и вот те вопросы, которые прозвучали к основному докладчику об этом свидетельствует, конечно, их недостаточно. Хотелось бы больше, но, что называется, по одежке протягиваем ножки. А это значит, как обычно, придется экономить. В целом, по 7-3 годам доходы спланированы на уровне 2014 года. Расходы запланированы ниже уровня 2014 года на 2,7%. Дефицит к 2017 году прогнозируется снизить на 24% от уровня 2014 года. Бюджет сформирован на основе 19 государственных программ. Он, как и в прошлые годы, остался социально ориентированным. В следующем году на нужды соцсферы запланировано потратить более 20 миллиардов рублей. И это 60% от всех расходов областной казны. Будут увеличены расходы на зарплаты бюджетников, согласно майским указам президента. Среднемесячная номинальная заработная плата, а также реальная заработная плата, выросли за 8 месяцев текущего года на 8,7% и 0,5% соответственно. По состоянию на начало октября средняя заработная плата составляет 19 785 рублей. Здравоохранение переходит на одноканальное финансирование. Обеспечение отрасли будет осуществляться через систему медицинского страхования. Хорошие новости есть для тех, кто планирует завести ребенка и ждет ЭКО. В следующем году шансы воспользоваться этой процедурой возрастают. Мы вдвое увеличиваем квоты на ЭКО на следующий год по отношению к этому году. Общий объем будет 250 процедур проведен. И можем рассчитывать, учитывая их эффективность, ну вот как бы наработанный опыт, у них показатель положительный 45%. Вот, видишь, у нас 100 человечков в Ивановской области родится больше, будем надеяться. Может быть больше, потому что есть очень большой процент двоин-троин. Определенные траты в следующем году связаны с празднованием 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 205 миллионов рублей предусмотрено на улучшение жилищных условий ветеранов. Очередность и нуждаемость, она продолжает сохраняться. В бюджете следующего года по линии системы социальной защиты населения предусмотрено почти 20 миллионов рублей. Эти средства пойдут на ремонт и оснащение благоустройства квартир тех ветеранов, которые не попадают по улучшению жилищных условий. По итогам обсуждения, проект закона был одобрен представителями исполнительной власти. Теперь он отправляется на рассмотрение к парламентариям. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.